Приветствую вас. Для начала хочется сказать следующее. Это действительно проблема, потому что гипотетически у вас могут быть дети. И, соответственно, когда у вас появятся дети, это может стать серьезной проблемой. Это может стать серьезной проблемой также и в случае, если его увлечение начнет набирать обороты, то есть, если ему потребуется более плотное взаимодействие с объектом его увлечения. То, что он чистен, хорошо, правда, исходя из вашего текста, не совсем понятно, как он к этому относится, но вам нужно, я полагаю, выразить свое отношение к этому ему и приглашать после этого обратиться, значит, к семейному психологу, вот, к семейному психоперапевту, вот, и, соответственно, нужно обсудить, обсудить для себя и для своего партнера, что делать с этим дальше. Если он, значит, не захочет ничего менять, если он не захочет ничего делать, если он не захочет как-то разбираться с данной ситуацией, вот, то уже вам предстоит решать, готовы ли вы своих будущих детей, возможно, подбегать такому риску. Если да, если вы любите человека, если у вас есть к чему, ну, если у вас серьезная симпатия к нему, то это одно, вот, если вы сомневаетесь в нем, если у вас к нему еще нет, так сильно через что, возможно, имеет смысл, там, как бы, поставить какие-то условия, да? Вот. Ну, потому что, опять же, вы думаете о будущем, о детях в том числе. Вот. Такая вот история. Так что, для начала узнаем его отношение к этому, сначала узнаем, что он хочет, что планирует с этим делать, для начала узнаем, какое это значение для него имеет, для начала узнаем, как это влияет на его сексуальное поведение, на его сексуальную активность, в том числе и с вами, потому что это может привести и к сексуальным проблемам между вами, в том числе. Вот. Дальше уже, исходя из этого, думаем, что делать в соответствии с вашими приоритетами и ценностями. Вот. Я бы не хотел здесь, значит, вашу тему, ваш вопрос превращать в какую-то такую дискуссию, да, достаточно оживленную. Вот. С точки зрения профессиональной психотерапии, вы мнение услышали. Именно с точки зрения профессиональной психотерапии. Что делать дальше, я думаю, решите вы. В этом я желаю вам удачи. Вот. В этом я желаю вам удачи и, соответственно, надеюсь, что вы для себя этот вопрос разрешите. Вот. В принципе, я вижу здесь позитивное начало, в том смысле, что человек хочет быть честным, то есть для меня это скорее плюс, чем минус. Это можно использовать, если вы не готовы просто так отказываться от человека, но при этом необходимо, необходимо, значит, нужно, значит, как-то вот защищать себя, да, защитить свои интересы и безопасную безопасность свою и ваших, возможно, будущих детей. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго и удачи. До свидетельства? Продолжение следует...